Все знают, что пирогов не бывает много, особенно когда они на Пасху и когда они такие вкусные. Есть очень много вариантов приготовления куличей. Сегодня я вам покажу еще один в виде венка с корицей. Готовый кулич получается высоким, ароматным за счет корицы. Его даже не надо резать ножом. Посмотрите, как легко можно оторвать кусочек и положить в рот. Начинаем готовить. Для куличей я всегда беру свежие дрожжи, разминаю их пальцами в крошку, добавляю щепотку соли, весь сахар и растираю до влажной крошки. Я не сыплю слишком много сахара в тесто, потому что слои мы будем тоже просыпать с сахаром. И чтобы выпечка не получилась слишком сладкой, не будем усердствовать. В сахарно-дрожжевую крошку добавляю теплые сливки, у меня 10% жирности. Немножко размешиваю, чтобы сахар растворился. Добавляю ванилин, можно добавить ванильный сахар или что есть в запасах. Одно яйцо. Растопленное сливочное масло, у меня оно вместе с растительным. И постепенно буду всыпать муку. Я отмерила 600 грамм муки высшего сорта и постепенно ее ввожу. Начинаю тесто замешивать ложкой. Когда тесто съело всю муку и просит еще, добавляем еще муки. Главное его не перекормить. А когда ложкой становится мешать тяжело, вымешиваем руками. Чтобы при вымешивании не добавлять лишней муки, хотя я немножечко присыпала, смазываем руки растительным маслом. Тесто очень приятное на ощупь. Оно тепленькое, мягкое, как мягкий пластилин, нежное и не требует особых усилий при вымешивании. Совсем немножко я его помесила, сделала колобок и отправляю на расстойку. Растаиваться будет часа полтора-два. Чтобы быстрее шло дело, я ставлю тесто на кастрюльку с теплой водой. И накрываю полотенцем, чтобы оно не заветрилось, пока будет растаиваться. Выросло оно у меня примерно за 2 часа, чуть меньше прошло. Очень хорошая шапка поднялась. И посмотрите, какое оно воздушное, как шарик. Как только начала его трогать, оно сразу и сдулось. Пока тесто отставляю в сторонку и буду делать начинку. Начинка это очень хорошая ложка корицы и несколько столовых ложек сахара. Можно в эту начинку добавить ванилин, можно немножко присолить. Но я ничего этого не добавляю. Мне достаточно корицы и сахара. Смешиваю все в однородную массу. Отставляю и будем раскатывать тесто. Раскатываю тесто в пласт. Стараюсь сделать его прямоугольным, насколько это возможно. Не делаю его очень тонким, примерно 1,5 см. Может даже сантиметр толщиной. И как только у меня пласт готов, я его хорошо смазываю размягченным сливочным маслом. Масло не жалею. Чем больше, тем вкуснее для себя стараемся. Сливочное масло можно заменить растительным и смазать тесто им. Но на сливочном, конечно, будет вкуснее. И присыпаем корицей с сахаром. Масло необходимо, чтобы эта сухая смесь хорошо приклеилась и не осыпалась. Стараюсь сыпать равномерно, чтобы одинаково заполнить все тесто сухой смесью. Можно руками разровнять. Если где-то чего-то не хватает, подсыпать. И сверху я еще совсем немножко сбрызнула растительным маслом, чтобы все это хорошенечко приклеилось. Ножом для пиццы, если у вас его нет, берите любой острый нож. Разрезаю прямоугольный пласт на полоски. Делаю 5 полосок. И каждую полоску буду сворачивать в кармошку. Вот примерно вот так. Как вариант, можно разрезать все тесто на квадраты. И квадраты складывать стопочкой. Но я решила в этот раз сделать кармошку. Гармошки укладываю в форму для выпечки. Хорошо, если у вас есть прямоугольная форма для кексов. У меня такой нет. Я выкладываю вкруглую. Смазывать этот венок я не буду ничем, потому что дальше буду покрывать глазурью. Да и нет смысла. Сверху очень много корицы и масла и все остальное будет лишним. Заготовку разравниваю, чтобы она равномерно распределилась по всей форме. Накрываю полотенцем. И ставлю в теплое место на повторное поднятие минут на 40. За это время разогреваю духовку. И готовлю глазурь. Вот тесто второй раз выросло. Оно очень хорошо поднялось. Видно, какое оно пышное. Слои все выросли. И теперь можно отправлять в духовку минут на 35-45 при температуре 180 градусов. А пока займемся глазурью. Для глазури нам надо белок одного яйца, щепотка соли, немножко, буквально чайная ложечка лимонного сока и сахар. Сахар по вкусу, несколько столовых ложек. Взбиваем белок сначала до образования легкой пены. Как только появилась пена, начинаем постепенно добавлять сахар. Можно добавлять вместо сахара сахарную пудру. Она растворится гораздо быстрее. Белок взбиваем до тех пор, пока у нас не начнут образовываться красивые узоры от венчика. Добиваемся крепких пиков. Вот я чуть оторвала свой венчик от крема. И оставляем в холоде. За это время пирог испекся. Вынимаю его из формы. Убираю бумагу. И покрываю глазурью, пока он еще горячий. У меня с одного среднего белка получилось глазури даже больше, чем нужно. Но я так богато покрываю кремом весь свой кулич. Сверху украшаю кондитерскими присыпками. Присыпаю сухой цедрой апельсина. Но это можно не делать, просто для красоты, чтобы был желтенький. И жду, когда он полностью остынет. Венок получается высокий, объемный, воздушный. Запах от корицы на всю квартиру. Его даже не надо резать ножом. Просто отрываете пальчиком, завариваете чай или берите стакан холодного молока и с удовольствием лопаете эту вкуснятину. Посмотрите, какие красивые слои. Если вдруг у вас не окажется кондитерской присыпки, разноцветной, вы можете белок присыпать сахарной пудрой. Сделать такую красивую шапочку. Сахарная пудра подсушит крем и он станет хрустящим. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!